ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В следующем году будут подготовлены новые изменения в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности. На них настаивает Министерство финансов. Ведомство давно уже выступает за то, чтобы сумма компенсации за ущерб здоровью выросла с 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Во-вторых, страховым компаниям запретят учитывать год выпуска транспортного средства. В результате, говорят эксперты, полис ОСАГО подорожает минимум на 2 тысячи рублей. Сейчас владельцу легкового авто он обходится в среднем в 5 с половиной тысяч. ТРАССА 101 Российские власти снова озаботились проблемой большого числа старых автомобилей, которые загрязняют воздух и далеко не идеальны в плане безопасности. Прозвучала идея ввести определенную возрастную планку, при преодолении которой эксплуатация техники будет запрещена. В первую очередь это касается автобусов и грузовиков. Надо полагать, чиновники осознают, мягко говоря, щекотливость данной темы. Конкретики пока почти нет. Ранее, напомню, высказывалось предложение о повсеместном введении зон, въезд в пределы которых на старых машинах запрещен. ТРАССА 101 Сотрудников ДПС собираются избавиться от бумажной работы. Постановление о наложении взыскания они будут оформлять в электронном виде. Для этого гаишникам раздадут планшеты нового поколения. Сколько денег понадобится на их закупку, в МВД еще не посчитали. Также в планах властей постепенное внедрение электронных водительских удостоверений и договоров купли-продажи транспортных средств. ТРАССА 101 Москва вышла на второе место в мире по стоимости одного часа парковки. С 23 декабря максимальный тариф там вырос до 450 рублей. Выше только в Риге. Замыкает тройку лидеров. По данным ведомостей, столица еще одного прибалтийского государства – Таллин. Что касается главных городов других мировых держав, то по ценам на стоянку они значительно отстают от Москвы. Например, Лондон занимает 12-ю строчку, Вашингтон – 52-ю, а Пекин – только лишь 71-ю. ТРАССА 101 Концерн «Алмаз-Антей» поделился сведениями о новой разработке. Это среднеразмерный электрический кроссовер. Проект носит название «Е-НЕВА». Автомобиль длиной 4,5 метра оснащается двумя электрическими моторами по одному на каждой оси. Суммарной мощностью более 400 лошадиных сил. Максимальная скорость – почти 200 км в час. Запас хода – без малого 500 км. Будет ли машина запущена в серию? Какова ее хотя бы приблизительная стоимость? Об этом информации нет. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова